Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем благотворительный марафон. И в рамках этого марафона мы встречаемся с авторами программ, которые выпускаются здесь, в Санкт-Петербурге. И сейчас мы пришли на студию, где идет запись передачи песнопения для души. И встретились мы со священником Анатолием Першиным. Также батюшка — автор программы «Песнопения для души», а кроме этого «Лаврские встречи». Правильно? Да. Батюшка, пожалуйста, вам слова. Я для начала хочу открыть небольшой секрет для телезрителей, что для меня означает «Телеканал Союз». Когда меня пригласили сюда на телеканал, у меня была тайная мысль и тайное делание. Я в это время начинал строить храм Василия Великого. И благодаря телеканалу «Союз», то, что я о нем говорил. Храм построен уже. Слава Богу. То есть это благодаря телезрителям, которые откликнулись на мою информацию. Значит, это действует. Значит, это реально. Нам и строить храмы, и возрождать нашу страну, и помогать многим людям, находящимся в виде. И вообще просто ощущать себя православным народом, православным миром. Вот я считаю, что телеканал «Союз» должен просто, это народный канал и должен существовать. Лучше я ничего не знаю на телевидении. У меня дома один телеканал «Союз», который можно просто с любого времени нажимаешь, и все сразу становится интересно. Сразу погружаешься в этот мир. Вот, и я просто в ужасе, если я однажды нажму на эту кнопку, и не будет телеканала. Это для меня будет большой трагедией. Вот я сейчас знаю, что телеканал нуждается, знаю, что и задолженность есть. Я считаю, что это и наша инерция, и моя в том числе, что мне трудно дойти до Сбербанка или... Ну, сейчас много способов. И через компьютер, и попросить кого-нибудь даже. Это просто надо себя поднять и надо сделать. Вот у нас народ инертный. Вот когда, значит, что-то случается, вот мы локти кусаем. Вот. Ну, поэтому, конечно, понятно, что сейчас у нас в стране кризис. Но представьте, какой будет духовный провал, духовный действительно кризис, если не будет телеканала «Союз». Вопрос стоит так, я понимаю, да? Да. Это ситуация вопиющая. Я просто обращаюсь ко всем зрителям о помощи телеканалу «Союз». Это очень необходимо. Это наш канал. Вот. Я очень лично переживаю и молюсь за это. И прошу, просто обращаюсь. Помогите, если есть возможность. Да. Спасибо, батюшка, за поддержку. Будем надеяться на успешное завершение нашего благотворительного марафона. Дорогие братья и сестры, а я также поддерживаю слова батюшки и призываю делать наше общее дело под названием «Телеканал «Союз». С вами была съемочная группа Санкт-Петербурга, Анастасия Лобода и Егор Калинин. Спасибо, что вы с нами.